Рад вас видеть на канале интересное, все самое интересное и полезное с нами. Это редкое морское млекопитающее обитает на мелководье. Его можно встретить на территории национального парка Эверглейц. Животные рода ламантинов отличаются от представителей семейства дюгоний до ганджидой, формой черепа и хвоста. Хвост ламантина имеет форму весла, в то время как хвост дюгония – форму вилки. Одной из уникальных черт, объединяющих ламантинов со слонами, является постоянная смена коренных зубов, в целом не характерная для млекопитающих. На ластах есть плоские ногтеподобные копытца, напоминающие слоновьи. Новые зубы появляются дальше по челюсти и постепенно вытесняют старые и изношенные зубы вперед. Шейных позвонков у ламантина не семь, как у большинства млекопитающих, а шесть. Ламантины имеют вес от 400 до 550 килограммов и среднюю длину от 2,8 до 3,0 метра с максимумами 3,6 метра и 1775 килограммов. Самки, как правило, больше и тяжелее. При рождении детеныши ламантина имеют средний вес 30 килограммов. Ламантины, в частности, населяют мелкие, болотистые прибрежные области Северной, Центральной и Южной Америки, а также области Карибского моря. Африканские ламантины живут близ берегов и в реках экваториальной Африки на западном побережье. Амазонских ламантинов можно встретить на восточном побережье Южной Америки, в реках Амазонка, Оренока и их притоках. Американские ламантины обитают в Вест-Индии, побережье Карибского моря от Флориды до Бразилии. Некоторые выделяют флоридского ламантина в отдельный вид, но ИТИС рассматривает его как подвид американского ламантина. Флоридские ламантины достигают 4,5 и более метров в длину, обитают как в пресной, так и в соленой воде. На ламантинов охотились из-за их жира и мяса, сейчас охота на них запрещена. Спасибо за внимание, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всегда с вами, канал Интересная из жизни.